Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты. Это высказывание как нельзя лучше подходит Лобинской детской школе искусств, ведь она является истинной хранительницей истории музыкальной культуры России и нашей малой родины, Кубани. Сегодня невозможно представить развитие города и района без творческого вклада школы в воспитание молодежи. Здесь помогают маленькому человеку подняться к высотам духовного богатства и величия, стать гармонично развитой личностью. Детская школа искусств – это маленькая страна трудолюбия, пример чуткого отношения к молодым дарованиям. Весна для этого учреждения – традиционная пора подведения творческих итогов. Участие в зональных, краевых и региональных конкурсах. В этом году весенняя пора оказалась особенно урожайной. В этом году, как никогда, у нас очень много конкурсов, и конкурсов больших масштабов. И в копилку музыкальной школы поступило очень много медалей, призовых медалей, лауреатов первых и вторых мест. В этом году отличились дети, и в крае пять человек стали стипедиатами губернатора Краснодарского края. Александр Бурханов обучается по классу Баяна у преподавателя Михаила Трунова. Саша обладает яркими музыкальными данными. Творческое дарование и настойчивость в достижении поставленных целей позволяют ему добиваться высоких профессиональных успехов. Губернаторскую стипендию воспитанник школы получил впервые. Это моя первая стипендия. Обучаюсь я в детской школе в шестом классе. Во многих конкурсах участвовал. В краевом конкурсе, в международном конкурсе, в Польше, в городе Ровы. В основном во всех становился лауреатом. Занимал призовые места. Никита Чубаров обучается в школе искусств на фортепианном отделении. С первых дней он проявил себя как способный талантливый ученик. Его игру отличают хорошая техника и эмоциональность. Несмотря на юный возраст, Никита уже добился значительных результатов. В его творческом багаже дипломы многочисленных конкурсов и фестивалей. Третий стипендиат губернатора Александр Кириленко. Занимается по классу домбры и гитары. Саша демонстрирует высокие результаты в конкурсах различного уровня, краевых, всероссийских и даже международных. Достойно защищает честь Ладинского района. Виолетта Шавшина уже второй раз получает стипендию. Она является бессменным участником творческих конкурсов и всех концертных программ, которые проходят как внутри школы, так и далеко за ее пределами. Радость успехов талантливой воспитанницы по праву разделяет преподаватель Лариса Пеледжанян. Биолога у меня занимается 6 лет. Девочка, помимо того, что имеет очень хорошие природные данные, у нее очень высокий уровень творческих таких способностей и очень трудолюбивая. То есть мне приятно с ней заниматься. Почему? Я получаю отдачу от этого ребенка. Сколько я в нее вкладываю и, наверное, чуть-чуть больше я получаю. А, конечно, самая большая награда – это результаты наших конкурсов. Девочка со второго класса у нас участвует во всех конкурсах, и уровень конкурса все время повышается. Побывала она уже у нас в Европе, в Польше, где тоже заняла второе место. И, конечно, все наши краевые конкурсы очень престижные. Вот последний был среди студентов, учащихся, он тоже занял второе место. И дай Бог всем таких учеников, как у меня Виола. Трудолюбивых, способных, благодарных. Вишневецкая Диана – пятая обладательница губернаторской стипендии. Диана с 2006 года обучается на художественном отделении у преподавателя Лилии Карпенко. Юная художница с самого начала проявила огромное желание усердия и трудолюбия, благодаря чему достигает высоких результатов, рассказывает Лилия Александровна. Занятия живописью позволяют Диане представить окружающий мир особым образом, каким видят его только глаза художника. Я занимаюсь уже шестой год, я выбрала подростковое отделение, потому что у меня с детства были способности хорошие к рисованию, мне это очень нравится, у меня так хорошо получается. Я принимала участие во многих конкурсах уже не один год. Конечно, самая большая награда – это участие в конкурсе. Многом с основными людьми пошло всегда каких-то успехов в живописи, то, что я расту. 15 марта в Адлере прошел краевой конкурс исполнительского мастерства на струно-щипковых инструментах. В нем приняла участие юная слепачка из Лобинска Наталья Дубинчина. К данному конкурсу девочка готовилась очень серьезно. Старания Наташи оказались не напрасны. С Адлера воспитанница школы искусств вернулась с дипломом второй степени, поразив краевую комиссию своим мастерством. В конце марта лучшие ученики школы искусств участвовали в краевом конкурсе, который проходил в городе Сочи. Наши ребята достойно выступили и заняли призовые места, говорит заведующая народным отделением Татьяна Родницкая. С 28 марта по 31 марта в городе Сочи проходил 30-й открытый конкурс исполнителя на народных инструментах. Это выступали выпускники, играли. И, значит, нашу школу достойно представляли выпускники школы нашей. Это Агайя Вадария, Шавшина Виолетта, Кашников Мирослав и Кириленко Александр. Дети достойно выступили. У нас, значит, первое место – это Кашников Мирослав. Преподаватель Ямбулатова Асия Николаевна. И три вторых места – Агаева Даша, преподаватель Родницкая Татьяна Александровна. Кириленко Александр, преподаватель Ямбулатова. И Шавшина Виолетта, преподаватель Тележаня Нарисея Михайловна. Я считаю, что очень высокие показатели. Ребята соревновались со студентами музыкальных училищ, первый-второй курс. И очень достойно на высоком уровне представили нашу школу. Дарья Агаева на Домре играет уже много лет. За это время она достигла высоких результатов. Сегодня ни один концерт не проходит без ее участия. Свою копилку творческих успехов она постоянно пополняет новыми дипломами и наградами. Мирослав Кашников поступил в школу искусств в 2003 году. Он показал отличные музыкальные данные, великолепный слов, память и чувство ритма. Мирослав начал осваивать мастерство игры сразу на двух инструментах – гитаре и Домре. В дальнейшем предпочтение отдал только гитаре, добившись больших успехов. С первых дней занятий проявил себя как одаренный ребенок, наделенный творческим воображением и фантазией. Он увлеченно занимается музыкой и является лауреатом в различных конкурсах. Ведет активную концертную деятельность. Я скажу, что школы искусств значили меня очень много. Здесь я провожу больше времени, как и в школе обыкновенной. Сюда я пришел, мне было 8 лет. Я пришел на гитару к своему преподавателям, у меня была Таисия Николаевна. И она начала со мной заниматься, мы занимались, у меня поначалу не было инструмента. Я занимался здесь, потом приобрел. И вот постепенно поднимались, стремились. Я выступал на многих конкурсах. В последнее время мне не везет, я побеждаю. Я ездил в Польшу на фестиваль кумиров лета в 2011 году, где я тоже занял первое место. И также гран-при кубок, губернаторский кубок, Истка. И потом был конкурс в Краснодаре недавно, пару недель назад. И где я также занял два диплома первое место и за артистизм. Было сложно, было много соперников. Но мы не хуже, но мои результаты. Я хочу, конечно, поблагодарить свою учительницу, своих родителей, которые приверили меня сюда все-таки в детстве. Друзей, которые поддерживали, всегда приходили, спрашивали, смотрели, всегда интересовались. И это, наверное, и есть моя поддержка. В начале апреля в Майкопе состоялся 10-й региональный конкурс юных музыкантов Северного Кавказа, в котором участвовала юная пианистка Александра Переходько. Пройдя первый тур, Саша с успехом прошла в финал, где и получила очередную награду – диплом второй степени. Самое главное – это то, что мной гордятся учителям, мной гордится моя мама, преподаватели в музыкальной школе, также и в моей школе, где я учусь. Таким образом, детская школа искусств – это прежде всего большой творческий коллектив, для которых успехи – всего лишь очередная ступень, стимул к дальнейшему самосовершенствованию. Каждый преподаватель – талантливая, уникальная личность, готовая создать условия для расцвета одаренности ребенка, способная зажечь на музыкальном небосконе новую яркую звездочку. Каждый день из здания школы разносятся разноголосые чарующие звуки музыки. Кто знает, может быть, по ступеням школьной лестницы сейчас поднимаются будущие выдающиеся аккордеонисты и баянисты, дирижеры и композиторы, скрипачи и пианисты. Субтитры создавал DimaTorzok